5 июля в администрации Красного Луча правила прием граждан главный врач городской стоматологической поликлиники Ольга Трофименко. Обратившиеся жители консультировались по ряду вопросов. Льготное зубопротезирование, обслуживание инвалидов на дому, запись на прием к врачу, полис ОМС и другие. Специалисты учреждений здравоохранения города проводят приемы граждан каждую среду с 14 до 16 часов в здании администрации Красного Луча. В следующую среду, 12 июля, планируется прием главного врача краснолуческого онкологического диспансера Татьяны Сергеевны Дубининой. Полиция информирует и предупреждает. На территории ЛНР зафиксированы мошеннические действия, когда злоумышленники обманом выводят денежные средства с карт и счетов промсвязь банка. Так, в полицию обратились жители республики, которые столкнулись в интернете с рекламой якобы от ПСБ, где предлагалось оценить работу банка. Потерпевшие, отвечая на вопросы анкеты, в том числе указали и реквизиты карты, а также код подтверждения из СМС, в результате чего лишились своих сбережений. Банк не будет выяснять или уточнять данные вашей карты, только мошенники будут пытаться это узнать. Только мошенники будут уточнять сумму на счету и ваши персональные данные. Банк такой информации не запрашивает, поскольку она в учреждении уже есть. Банк никогда не проводит среди своих клиентов сомнительные акции. Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты. Если вы все-таки сообщили мошенникам информацию о карте или код из СМС, срочно позвоните в банк и заблокируйте карту. МВД по Луганской Народной Республике призывает проявить бдительность. Проверяйте информацию об акциях на официальном сайте банка или по телефону горячей линии. Одним из главных и ярких событий лета считается праздник Ивана Купала или Иванов день. Он отмечается ежегодно 7 июля и посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. По времени и дате народный праздник совпадает с христианским – Рождеством Иоанна Предтечи, от которого и берет свое название. С этим днем связано много мистических поверий, примет и обрядов. Ночь накануне праздника по своему ритуальному наполнению превосходит сам день Ивана Купала. Она посвящена таинствам, связанным с водой, огнем и травами. Поиск папоротника всегда был главной традицией Купальской ночи. В народе считалось, что это растение расцветает лишь в данное время, и если найти такой цветок, можно обрести счастье и богатство. В ночь на Ивана Купала традиционным было жечь костры. Делали это, как правило, вблизи водоемов. В огонь бросали полынь или крапиву, а также старые ненужные вещи, записки с пожеланиями. Вокруг костров водили хороводы и прыгали через огонь. Верили, что это подарит здоровье или крепкие отношения. Девушки гадали по венкам, пуская их по воде. Травники отправлялись на сбор трав как накануне, так и в сам день Ивана Купалы. Считается, что в это время растения наделены особыми свойствами. В день рождения Иоанна Предтечи нельзя выполнять тяжелую физическую работу, злиться и ругаться. Этот день выпадает на Петров пост, поэтому пища животного происхождения не допускается. Запрещается отдавать, продавать, одалживать что-то из дома, подбирать найденные на дороге деньги. Рекомендуется посетить храм, помолиться, поставить свечки перед образом святых. Новости телеканала Луч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова